Тайны Библии Тайны Библии Захария Ездры Как правитель, поспособствовавший Восстановлению Иерусалимского храма Разрушенного Вавилонским царем Навуходоносором Руководитель фонагорийской экспедиции Доктор исторических наук Владимир Кузнецов Назвал находку российских археологов Научной сенсацией Мирового значения На раскопках фонагории В слоях, относящихся к V веку До Рождества Христова Ученые обнаружили фрагмент мраморной плиты С клинописной надписью На древнеперсидском языке На стеле сохранилось около 10-15% сообщения Текст, который удалось расшифровать Указывает на то, что надпись Выполнена от имени персидского царя Дария I Великого Правившего державой Ахименидов Эта древняя империя, созданная Персидской династией Ахименидов Включала в себя обширные владения Простирающиеся от реки Инд До Средиземного моря С востока на запад И от африканской реки Нил До Закавказья С юга на север Клинописные документы Подобные фонагорийскому Ученые находили и прежде Но большинство из них Были обнаружены в Персиполисе Столице древнеперсидского царства На территории современного Ирана После того, как персы завоевали Вавилон В состав державы Ахименидов Вошла и плененная вавилонинами Иудея Это произошло в середине VI века До Рождества Христова Правивший в то время Кир Великий Издал декрет, позволяющий евреям Вернуться из вавилонского плена В Иерусалим и восстановить храм Разрушенный Навуходоносором Вчерашние пленники с воодушевлением Приступили к восстановлению Но вскоре их пыл угас Слишком истощены были Материальные и моральные ресурсы народа И только спустя 15 лет На VI год царствования Дария I Строительство возобновилось И увенчалось успехом В иных областях державы Ахименидов Правление Дария складывалось Не столь благополучно Многие страны восстали Против персидского владычества Несколько греческих городов объединились И выступили против Дария Единым фронтом Этот союз повстанцев получил имя Ионийский По названию местности, где они находились Дарию удалось подавить Ионийское восстание Победе персидского царя над греками По мнению российских археологов И посвящен памятник, найденный на раскопках В Фанагории Работа над расшифровкой клинописной записи на стеле, найденной в Краснодарском крае, еще только начата, но некоторые выводы уже удалось сделать Так одно из слов, присутствующих в тексте, восстановлено как топоним Милет Такое имя носил крупнейший греческий город Ваонии, стоявший во главе восстания против Дария I Можно предположить, что царь после победы над греками поставил в Милете мраморную стеллу с текстом, повествующим о его триумфе Когда же через несколько лет, уже после смерти Дария, ионийцам удалось свергнуть персидское владычество, памятник был разбит Один из его осколков мог быть взят в качестве балласта на корабль, идущий в Фанагорию, которая в V веке до Рождества Христова являлась греческой колонией Артефакт, обнаруженный археологами в Краснодарском крае, наглядно показывает, насколько едина история человечества Балласт, брошенный греческими моряками на берегу Фанагории, хранит память о персидском царе Имя которого не раз упоминается на страницах Священного Писания Приблизительно в XIII веке до Рождества Христова, израильтяне освободились из египетского плена и начали многолетний путь в Заветную Палестину В дороге они получили через пророка Моисея от Создателя Закон, регламентирующий все стороны их новой жизни В числе прочих предписаний в этом Завете звучали такие слова Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, не научись делать мерзости, какие делали народы, живущие там Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это Насколько в Ханаане были распространены явления, нареченные Богом мерзостями, ученые смогли убедиться в ходе более чем 200-летних полевых научных изысканий, проводимых на Ближнем Востоке В 2005 году группа американских ученых из Чикаго, Миссури и Висконсина Проанализировала выше приведенный отрывок из библейской книги второзакония в свете археологических находок Свои выводы профессор древнееврейского языка Джон Уолтон, религиовед Виктор Мэтьюс и профессор истории Марк Чавалис Опубликовали в совместной работе под названием «Библейский культурно-исторический комментарий» Обряды гадания и ворожбы во множестве описаны в текстах, обнаруженных археологами во время раскопок Угарита, Вавилона, Марий, Ниневии, Ниппура и Хатуссы И других древних ближневосточных городов-государств Прорицатели и медиумы пользовались самыми разнообразными методами для определения воли богов и предсказания будущего Это и исследование внутренности жертвенных животных, и истолкование различных природных явлений и обращение к духам умерших предков Магия в странах Ханаана, Месопотамии и Малой Азии практиковалась и на государственном, и на бытовом уровне К ней прибегали жрецы всех распространенных культов Ее использовали многочисленные ворожеи за небольшую плату, предлагавшие услуги по исцелению, улучшению судьбы или возмездию противникам Одним из самых страшных языческих ритуалов, зафиксированных в исторических документах, можно назвать упомянутая в библейской книге второзаконие «Проведение сына через огонь» Этот обряд посвящения детей идолам Малоха в Феникии и Ваала в Ханаане связан с человеческими жертвоприношениями Младенцев живьем помещали внутрь медной статуи божества, стоящей посреди пламени Подтверждением этому стали обнаруженные археологами на раскопках Мегидо, Гезера и Угарита языческие капища со скелетными остатками младенцев Несмотря на стругий запрет Творца, израильтяне не избежали участия в языческих камланиях Священное Писание сообщает, что своих сыновей провели через огонь, то есть принесли в жертву Малоху иудейские цари Ахаз и Моносия Идол был установлен в непосредственной близости от Иерусалима в долине Енома, ставшей символом гиены огненной или ада Проявилось богоотступничество иудеев и в иных формах Однако для израильского народа духовным камертоном всегда оставалось Священное Писание Где запреты на любые магические действия изложены неоднократно и в категоричной форме Всякий иудей, ищущий Бога, мог сверять свою жизнь с Библией А как относились к чародеям и предсказателям иные народы? Информацию об этом представили американские ученые в библейском культурно-историческом комментарии Магия, пронизывающая всю жизнь ближневосточных народов, во многих городах-государствах подразделялась на черную и белую К белой относились все действия жрецов официальных культов, а также практика целителей К черной – манипуляции, совершаемые для причинения какого-либо зла В хеттском царстве занятия черной магией карались смертной казнью Об этом свидетельствуют документы, обнаруженные при раскопках Хаттусы, столицы хеттов, в начале 20 века По законам вавилонского царя Хамураппи, найденными учеными в то же время, суровое наказание полагалось как за колдовство, так и за ложное обвинение в чародействе Интересно, что в Вавилоне запрещалось призывание умерших, но при этом вменялось в обязанность заботиться о духах предков, чтобы они не причиняли зла живущим Забота эта выражалась в регулярном жертвоприношении покойному и произнесении его имени с определенными заклинаниями То есть грань между черной магией, недопустимой по закону, и белой, разрешенной, у язычников была чрезвычайно тонкой Библейский запрет на колдовство категоричен В отличие от языческих табу, он не связан ни с целями, которые преследует человек, обращаясь к сверхъестественным силам, ни со способами взаимодействия с духами Для народа священного писания была неприемлема всякая магия О своих потребностях верующие в единого Бога Иудеи сообщали создателю напрямую в искренней сердечной молитве Перед тем, как свершилось земное служение Иисуса Христа, к иудеям с проповедью покаяния вышел пророк Иоанн Люди отзывались на призыв проповедника, погружаясь в воду реки Иордан, или иначе, принимая крещение, они вслух исповедовали свои грехи с тем, чтобы больше не повторять их Из Нового Завета известно, что Иоанн был аскетом, крайне непритязательным в еде, абсолютно не употреблял алкоголя и носил грубую одежду из верблюжьей шерсти Младенцем мать принесла его в пустыню, спасая от преследования царя Ирода После ее смерти он оставался здесь по преданию, питаемый ангелами, и вырос до зрелого возраста Иоанн совершил крещение Иисуса Христа, в котором людям открылась троичность Господа Когда Спаситель погружался в воды Иордана, голос Бога засвидетельствовал в нем сына, а Дух Святой сошел на него в виде голубя Предтича был арестован, а затем обезглавлен за то, что обличал царя Ирода в сожительстве с женой брата Рассказывая об Иоанне Крестителе, Евангелие не называет конкретного места, где он проживал Однако в 1999 году британский археолог Саймон Гибсон объявил, что неподалеку от Иерусалима обнаружена пещера, принадлежащая предтече Иисуса Христа Исследуя окрестности селения Эйн-Керим, что в нескольких километрах от Иерусалима Археологи обратили внимание на узкий вход в подземелье, заваленный камнями и заросший кустарником Когда же ученые проникли внутрь пещеры, то первое, что они увидели, это настенное изображение мужчины с длинными волосами, одетого в шкуру животного Отдельно была нарисована голова этого же человека Рисунки заставили исследователей вспомнить рассказ священного писания об Иоанне Предтече О скете в одежде из верблюжьих шкур пророки, обезглавленном по приказу царя Ирода Не только рисунки позволили Саймону Гибсону связать пещеру с именем Евангельского крестителя В глубине подземелья ученые обнаружили каменный резервуар для воды В него вели 28 широких ступеней Омовение из древли было одним из религиозных ритуалов, которые предписывал Ветхий Завет иудеям, верующим в единого Бога Погружение в воду практиковалось как средство очищения, необходимое после осквернения, а также накануне субботней или праздничной молитвы в храме Для этого в помещениях обустраивали особые резервуары, миквы Пророк Иоанн преобразовал иудейский ритуал в крещение, которое предполагало не только внешнее омовение, но и очищение души Вполне вероятно, что Предтеча совершал крещение как в водах Иордана, так и в пещере, где собирались его ученики и последователи Прокомментировал Саймон Гибсон находку в окрестностях Эйн-Керема Пещера, обнаруженная Саймоном Гибсоном, несомненно, была приспособлена для совершения очистительных обрядов Об этом свидетельствует не только просторный бассейн, в который одновременно могло войти около 30 человек Но и найденные тут же приспособления для помазания ног Небольшие ванночки с отпечатком правой ступни и желобом для возлияния масла Кто и в какое время совершал здесь религиозные ритуалы И имеют ли они отношение к Иоанну Крестителю Однозначный ответ на этот вопрос пока не получен Однако ученым удалось установить, что сама пещера датируется V-VIII веком до Рождества Христова Ванночки для помазания ног относятся к первому столетию после Рождества Спасителя А рисунки на стенах, вероятнее всего, были выполнены чуть позже, в первые века христианства В связи с этим вполне логичным выглядит предположение Саймона Гибсона, что Иоанн Креститель поселился в пещере, в которой издревле жили отшельники Затем к нему потянулись ученики и жилище пророка было оборудовано водным резервуаром для крещения Поток желающих креститься возрастал, и пророк вышел с проповедью на берега Иордана А после мученической смерти предтечи, после распятия и воскресения Христа В подземелье стали собираться христиане, которые запечатлели на стенах образ святого В пользу версии английского археолога говорит и тот факт, что селение Иоанн Керем считается родиной Иоанна Предтечи, местом, где жили его родители Впрочем, этот аргумент также является лишь косвенным подтверждением смелого предположения Есть ли надежда, что тайна пещеры когда-нибудь будет раскрыта? Сторонники Саймона Гибсона уверенно отвечают, что есть И продолжают исследования После исхода из египетского плена Израильский народ получил от Бога через пророка Моисея Закон, регламентирующий все сферы жизни Ядром этого законодательства стал Деколог Десять заповедей, определивших основы нравственности Пятое из них гласит «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы было тебе хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» В Моисеевом законе, отраженном в нескольких книгах Ветхого Завета, это божественное повеление получает развитие Исход Второзаконие, левит, разъясняют, какое наказание ожидает строптивых и непокорных детей Дерзнувших причинить вред своим родителям Были ли подобные правила в законодательствах других народов Ближнего Востока во время Ветхого Завета? На рубеже XVIII и XIX веков команда Пенсильванского университета США Обнаружила на раскопках священного города шумеров Нипура на территории современного Ирака Глиняные таблички с текстом законов, составленных царем Урнаму Немалая часть этого свода оказалась посвящена семейному праву Главной семейной ценностью у жителей Ниппура и других городов Шумера считались дети Бездетность воспринималась как величайшее горе Семьи, не имеющие наследников, за определенные вознаграждения приобретали ребенка у многодетных Этот процесс, по сути являющийся усыновлением, полностью регламентировался законами Утвердившийся в обществе культ детства и его отражение в семейном праве существенно ограничивал родительскую власть над детьми Наказание повзрослевших непочтительных отпусков даже за самую тяжкую провинность было оговорено в законе И мать с отцом не могли превысить его меры При этом шумерское законодательство четко регулировало и обязанности детей по отношению к родителям Оскорбление отца или матери, оставление их в старости, а также неспособность устроить надлежащие похороны Трактовалось не иначе, как нарушение общественного закона Закон Моисея за непочтительное отношение к родителям предполагал весьма суровое наказание Так второзаконие предписывает побивать буйных и непокорных сыновей камнями Книги «Исход» и «Левит» велят предавать смерти не только человека, осмелившегося поднять руку на своих родителей Но и того, кто злословит отца или мать Какие наказания в подобных случаях предусматривали законодательства других государств Древнего Ближнего Востока? Ответ на этот вопрос дают археологические документы Законы шумерского царя Урнамму позволяли родителям продать сына, выказавшего непочтительность, в кабалу Ударившему отца или мать, в Ниппуре отрубали руку Аналогичные меры предпринимали в Вавилоне В 1901 году французскими учеными на территории Персии был открыт кодекс вавилонского царя Хамураппи, начертанный клинописью на каменной стелле Согласно этому законодательству, дерзкого сына, поднявшего руку на родителей, также лишали конечности Иные сыновни и провинности карались отлучением от наследства Предавать непочтительных детей смерти не предписывала ни одна статья закона Интересно, что в целом законодательства Шумера и Вавилона не отличались либеральностью и смертная казнь в них была одним из самых распространенных наказаний Лишением жизни каралось большинство имущественных преступлений, например воровство В то время как по закону Моисея вор был обязан возместить пострадавшему ущерб в двух, трех, четырех или пятикратном размере, в зависимости от обстоятельств И оставался жив Как же объяснить исключительно суровое отношение к неуважению родителей иудейского законодательства и достаточно лояльное кодексов иных народов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что в древнем Израиле чтить отца и мать не просто предписывали общественные правила, но и повелевала Божия заповедь Долг почитания родителей возводится в обязанность не только перед ними самими, но перед Создателем Семья у иудеев была необходимым звеном для передачи завета с Богом следующим поколением И если у язычников неуважение к родителям угрожало лишь общественным устоям, то народ-хранитель веры в единого Бога рисковал утратить связь с Творцом Всякий народ защищает те ценности, которые ему наиболее важны Благодаря открытиям археологов, библейские приоритеты древних израильтян выглядят особенно четко на фоне законодательств соседних государств В Евангельском рассказе подробно отражены обстоятельства, предшествовавшие казни Иоанна Крестителя Предтеча Господень обличил правителя Галилеи Ирода Антипу в том, что тот незаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа Иродиадой Разгневанный Ирод приказал арестовать пророка за смелое обличение Однако уязвленное самолюбие Иродиады не удовлетворилось тем, что Иоанн был брошен в темницу Ей хотелось полностью уничтожить праведника И вот на перу в честь дня рождения Ирода дочь Иродиады Соломея, угодив правителю своей пляской, по наущению матери попросила у него страшное вознаграждение Голову Иоанна Крестителя на блюде И ее безумное прошение тут же было исполнено Благодаря последовательному изложению евангелиста Матфея известны мотивы казни и имена всех, кто был причастен к смерти пророка А вот место трагедии осталось за кадром евангельского повествования По версии утвердившейся в раннем средневековье усекновение главы Иоанна Предтечи произошло в царском дворце в Себастии В городе, который возвел отец Ирода Антипы Ирод Великий, на месте древней Самарии В одноименной арабской деревушке Себастия сохранились стены и арки капеллы периода крестоносцев, построенные на месте византийского храма Согласно традиции западной церкви, храм был расположен там, где после усекновения был погребен Иоанн Предтеча Однако отождествление Себастии с местом мученической кончины Иоанна Предтечи вступает в конфликт с некоторыми историческими фактами К такому выводу пришел кандидат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики Киевской духовной академии, протеерей Олег Скнарь Проведя научное сопоставление евангельского рассказа и трудов еврейского историка I века Иосифа Флавия «Иудейские древности и Иудейская война» Согласно завещанию Ирода Великого, после его смерти обширная территория Иудейского царства была разделена между его тремя сыновьями Архилаем, Антипой и Филиппом Себастия, как и многие другие города Самарии, отошла Архилаю Но спустя 9 лет он был арестован за жестокое обращение с подданными и сослан императором в галлийский город Виенну Сейчас это Вена Все имущество Архилая при этом перешло в собственность императора, а территория, принадлежавшая ему, включая Себастью, получила статус римской провинции Аннексия произошла до ареста Иоанна Предтечи, и это означает, что даже если роковой танец Соломеи состоялся в Себастьи, Ирод Антипа не смог бы реализовать решение о казни без уведомлений и согласия римских властей Но в евангельском рассказе такое согласование не упоминается, наоборот, говорится о том, что Ирод сразу же откликнулся на просьбу Соломеи и послал слуг отсечь голову Иоанна Крестителя Ироду Антипе по завещанию отца отошли территории Галилеи и Пирии Здесь, в нескольких километрах к востоку от Иордана и Мертвого моря, экспедиция немецкого исследователя Ульриха Зейтсена обнаружила в 1807 году крепость Махерус с остатками царского дворца Расстояние, отделяющее эту цитадель от Вифавара, где совершал свое служение Иоанн Креститель, можно преодолеть за день пешего пути Логично предположить, что после ареста пророк был доставлен именно в Махерус, а не в Себастью Куда многодневный маршрут пролегает через Иудейскую пустыню и Иудейские горы Этой версии придерживается и украинский библеист, протеерей Олег Скнарь Еврейско-римский историк первого века Иосиф Флавий в своем труде «Иудейская война» оставил подробный рассказ о крепости Махерус Территорию Переи, на которой она расположена, захватил у арабов Набатеев во втором веке до Рождества Христова царь Иудеи Иоанн Геркан В первом столетии до рождения Спасителя его сын Александр Яннай построил здесь фортификационные укрепления, чтобы защищать от Набатеев южные рубежи Иудейского царства Ирод Великий, придя к власти, нашел, что это место заслуживает особого внимания Как пишет Иосиф Флавий, он окружил обширное пространство стенами и башнями и основал там город Посреди укрепленной площади он воздвиг дивный дворец, помещавший в себе множество просторных и изящных покоев Он снабдил крепость огромным запасом стрел и машин и старался всевозможными средствами поставить гарнизон в такое положение, чтобы тот мог противостоять продолжительной осаде Именно здесь, в крепости Махерус, разместил свою резиденцию после смерти отца Ирод Антипа Достоин внимания еще один интересный факт Поводом к вынесению смертного приговора Иоанну Предтечи послужило, как известно из Евангелия, публичное осуждение пророком связи между Иродом Антипой и Иродиадой, женой его брата Филиппа Для женитьбы на Иродиаде Ирод Антипа оставил свою супругу Харису, дочь Набатейского царя Орета IV Этот брак был заключен некогда для закрепления дружественных уз между государствами В 1936 году армия Орета IV вторглась в Перею и нанесла сокрушительный удар войскам Ирода Антипы Иосиф Флавий сообщает, что современники расценили этот факт как небесное возмездие за смерть Иоанна Крестителя Небесную расплату за смерть Иоанна Крестителя Евангельское повествование уникально тем, что, рассказывая о земном пути Бога-человека, попутно раскрывает многие исторические обстоятельства А научное сопоставление священного писания с иными летописными источниками помогает уточнять детали событий, происходивших в Иудее 2000 лет назад Так, свидетельство Иосифа Флавия позволило ученым с большой долей вероятности определить место усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна После смерти пророка Исаака, его сын Исаав, продавший право первородства своему младшему брату Иакову, покинул Ханаан и поселился на горе Сеир, между Красным и Мертвым морями Эта земля принадлежала народу, названному в книге бытия Хореями Священное писание свидетельствует, что воинственные потомки Исаава вытеснили хореев с Сеира и завладели территорией, им принадлежащей К этому библейскому рассказу историки долгое время относились скептически Ученые считали хореев мифическим народом, поскольку никакие внебиблейские источники не подтверждали существование этого племени Отношение специалистов изменилось после археологического открытия, которое совершил в 1906 году профессор Берлинского университета Хуга Винклер Во время раскопок на севере Турции, близ деревеньки Бокаскёй Археологические раскопки под руководством Хуга Винклера явили миру руины Хатуссы, столицы империи Хеттов Здесь был обнаружен императорский архив, содержащий около 20 тысяч документов Это царские анналы, хроники, указы, договоры, дарственные записи, своды законов, судебные протоколы и межгосударственная дипломатическая переписка В нескольких рукописях этой библиотеки упоминались люди страны Хури или Хори И тут ученые впервые задумывались, а не Хори или это, о которых говорится в Священном Писании Среди Хатусского архива было несколько документов на языке прежде неизвестным ученым Загадочные письмена удалось расшифровать в 1932 году немецкому филологу, специалисту по древним ближневосточным языкам Иоганнесу Фридриху Это оказались договоры между правителем страны Хури и царем Хеттов В 30-е годы 20 века археологи существенно прибавили работы немецкому профессору На раскопках в Сирии и Турции экспедиции из Англии, Франции, Америки, Германии Обнаружили тысячи документов с текстами на языке, который получил наименование Хурицкий Особый интерес представляли глиняные таблички, найденные командой Пенсильванского университета США На развалинах древнего города Нузи, ныне это территория Ирака Среди глиняных табличек, найденных на раскопках в Нузи, были как государственные документы страны Хури, так и частные письма ее жителей Богатый архив позволил ученым составить представления о законах и обычаях хурицкого общества И каково же было удивление историков, когда оказалось, что эти нормы перекликаются с библейским рассказом Так, например, в документах из Нузи описана история, в которой один брат продал другому право первородства, подобно тому, как это сделали Исаф и Иаков Только выкупом у жителей страны Хури стала не чечевичная похлебка, а три барана Нузийские рукописи не только подтвердили историческую реальность хореев, но и показали взаимопроникновение культур восточных народов, среди которых особое место занимали израильтяне Сегодня ученые располагают столь обширной информацией о хореях, жителях страны Хури, что в исторической науке появилась особая дисциплина для систематизации этих знаний — хуритология А ведь всего сто с небольшим лет назад упоминание об этом народе можно было найти только на страницах священного писания В восьмом веке до Рождества Христова на трон Иудейского царства вошел Языкия, благочестивый правитель, равного которому, по свидетельству, четвертой библейской книги царств, не было Праведность из Икии проявилась в том, что он искоренил языческие верования, широко распространившиеся среди иудеев за два предыдущих столетия Боголюбивый царь уничтожил все идольские капища, коих в Иудее было выстроено немало, и постановил совершать богослужение лишь единому Богу в Иерусалимском храме Этот библейский рассказ, считавшийся многими историками не более чем мифом, неожиданно был подтвержден израильскими археологами Зимой 2013 года экспедиция под руководством профессора Иерусалимского университета Анны Эйрих раскопала в западном пригороде Иерусалима Тель-Маце ранее неизвестный языческий храм Археологи открыли массивные стены храма, двор с большим квадратным алтарем и жертвенниками, а также хранилище священных сосудов Среди приношений здесь были обнаружены многочисленные статуэтки, в том числе керамические головы бородатых мужчин с удивительной, возможно, портретной детализацией черт лица Согласно некоторым культам, считалось, что в рукотворные головы могли вселяться души жертвователей, и таким образом они как будто постоянно находились в храме Подобные культовые сооружения не были редкостью у языческих народов, окружавших Иудею, например, у филистимлян Уникальность же храма, обнаруженного экспедицией Анны Эйри, заключается в том, что он находился рядом и функционировал одновременно с первым Иерусалимским храмом, построенным царем Соломоном и посвященным Единому Богу Прекратилась деятельность этого капища, согласно датировке археологических слоев, в конце VIII века до Рождества Христова, именно в тот момент, когда благочестивый царь Езикия произвел в Иудее религиозную реформу В Священном Писании говорится, что к моменту восшествия Езикии на престол, иудеи в большинстве своем уклонились от веры в Творца Даже медный змей, изготовленный пророком Моисеем во время исхода из Египта, стал для них идолом, подменяющим собой Бога По свидетельству IV книги царств, этот артефакт был уничтожен благочестивым царем вместе со всеми другими принадлежностями языческих культов Как же смог уцелеть в этой сокрушающей идолов реформе храм в Тальмаце? Может быть, он принадлежал не иудеям, а языческой общине иного рода, проживавшей здесь по тем или иным политическим причинам? Археологи установили, что пол храмового двора и святилища в Тальмаце покрыт жертвенными костями И среди этих останков не было обнаружено ни одного нечистого животного, то есть непригодного для жертвоприношения и пищи с точки зрения иудея У языческих народов такое разделение было не принято Так, например, в шумерских идольских святилищах археологи наиболее часто обнаруживали кости свиней, почитавшихся священными животными богини плодородия Иштар Археологическая находка в Тальмаце показала, что, уклонившись в язычество, иудеи отвернулись от Творца, но продолжали соблюдать внешние обрядовые стороны закона, полученного пророком Моисеем от Бога Сейчас уже трудно ответить на вопрос, по какой причине языческий храм в Тальмаце уцелел во время священной войны, объявленный царем из Икии, идолослужению Он не был стерт с лица земли вместе с другими капищами, а просто перестал действовать и пришел в запустение Может быть, это было нужно для того, чтобы через 29 веков люди получили подтверждение, что иудея в 9 веке до Рождества Христова могла полностью утратить веру в единого Бога И эту беду отвел от своего царства из Икия, правитель, справедливо именуемый в священном писании, благочестивым После смерти пророка Моисея, исход израильского народа из Египта в Палестину возглавил его сподвижник Иисус Новин Библейская книга, названная именем этого еврейского полководца, описывает историю блестящих побед над племенами, населявшими в те времена Ханаан Коренные народы отчаянно сопротивлялись пришельцам 11 глава книги Иисуса Новина описывает, как несколько царей на севере Ханаана образовали коалицию, чтобы остановить наступление иудеев В Библии перечислены названия городов-государств, участвовавших в этом союзе Среди прочих в перечне фигурирует топоним Дор Существовало ли поселение с таким названием в действительности? А если да, то можно ли определить его точное местонахождение? Ответы на эти вопросы были получены в 1923 году в ходе экспедиции под руководством директора британской археологической школы в Иерусалиме Джона Гаргстонга Раскопки, предпринятые английскими археологами на побережье Средиземного моря в 30 километрах от Хайфы по направлению к Тель-Авиву, открыли развалины Хананейского города Остатки самых древних построек этого селения, крепостных стен, жилых и хозяйственных зданий ученые отнесли к XIII веку до Рождества Христова Приблизительно в это время Иисус Новин со своим войском осваивал пространство Палестины Среди важных находок экспедиции 1923 года оказались жертвенные чаши, курительницы для благовоний, кувшины для вина и культовые сосуды, используемые хананеями-язычниками для ритуалов Но самым значительным трофеем стала каменная печать с надписью «Жрец Дора» Обнаруженный учеными артефакт подтвердил теорию, что развалины принадлежат городу, упоминаемому в библейской книге Иисуса Новина Войско Иисуса Новина с победой вошло в Дор При разделе между израильскими племенами эта земля досталась в удел потомкам Моносии, одного из сыновей праатца Иакова Однако иудеи не стали изгонять коренных жителей Дора С родной территорией хананеев чуть позже вытеснили филистимляне, сильное и жестокое племя, пришедшее с моря Первая библейская книга царств немало рассказывает о противостоянии израильского царя Давида и филистимлян в городах средиземноморского побережья Палестины в X веке до Рождества Христова Факт, что воинственный народ владел в то время и Дором, подтверждает египетский папирус, хранящийся в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина Манускрипт X века до Рождества Христова под названием «История Уну Амона» приобрел в конце XIX столетия на Ближневосточном Черном рынке русский египтолог Владимир Гленищев Этот документ содержит рассказ о путешествии египетского жреца в финикийский город Библас за кедровой древесиной для строительства священной лодки Хроника этого долгого странствия содержит эпизод, приключившийся в небольшом палестинском порту Дор Когда корабль приближался к его гавани, кто-то из команды украл у жреца все средства Пострадавший обратился за помощью к князю Дора, чтобы тот провел расследование и возместил убытки Правитель отказался, сославшись на то, что члены команды не являются его подданными И тогда путешественник не нашел ничего лучше, как, цитируем манускрипт, «освободить от 30 фунтов серебра нескольких жителей Дора, то есть тоже украсть деньги» Среди подробностей этого древнеегипетского репортажа для исследователей истории Дора Самым важным оказалось упоминание, что городом владел народ моря Именно так в Библии назывались филистимляне Археологические открытия не только доказали, что упомянутый в Библии город Дор существовал в действительности Но и подтвердили присутствие в этом древнем поселении хананеев и филистимлин Раскопки на месте древнего поселения ведутся и поныне И в обретаемых учеными артефактах зримо воссоздается история древнейших времен, запечатленная в священном писании Израильский царь Давид сложил множество псалмов, молитвенных песней, обращенных к Богу Произведение псалмопевца — это не только словословие, благодарение и плачьи, но и откровение о Божьих тайнах Так в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что «на горах станут воды» Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить И слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор Однако в 1872 году научная экспедиция британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет Исследования проходили на парусно-паровом корвете «Челленджер» под руководством океанографа Чарльза Томпсона У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан Для исследования дна в арсенале ученых изначально был лишь обыкновенный лот — веревка со свинцовой гирей на конце В процессе работы Чарльз Томпсон усовершенствовал прибор Вместо троса ученые стали использовать стальную проволоку толщиной в один миллиметр Спуск лота производился с помощью специального станка рулетки Экспедиция «Челленджера» установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет» Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров Результаты экспедиции Челленджера были подтверждены в начале 20 века благодаря методу эхолокации Его изобрел английский ученый Хайрам Максим Хайрам Максим обратил внимание, что летучие мыши могут перемещаться в полной темноте, не задевая предметов После экспериментов, в которых животные были лишены возможности использовать зрение и слух Стало понятно, что они задействуют иные методы ориентирования в пространстве Ученый предположил, что летучие мыши посылают некие низкочастотные сигналы, которые, отражаясь от окружающих предметов, возвращаются и сообщают сведения о них Он создал аппарат, работающий аналогичным образом Его назвали «эхолотом» В дальнейшем эхолоты стали использовать при работе в морских глубинах, в том числе и для исследования рельефа океанского дна Эхолокация показала, что горная сеть, шириной около километра, проходит через середину не только Атлантического, но и всех мировых океанов Эти хребты стали называть срединно-океаническими По своим очертаниям, подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяна Научные исследования показали, что воды мирового океана действительно стоят на горах Как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до Рождества Христова Пратец Авраам получил от Бога призыв отправляться в странстве на поиски земли, текущей медом и молоком Когда караваны Авраама достигли заветного Ханаана, там уже обитали несколько племен Среди этих народов священное писание называет Амареев, потомков одного из трех сыновей Ноя, имя которого Хам Господь открыл Аврааму, что в будущем, когда исполнится мера грехов этого племени, потомки праатца вернутся из плена из далекой страны и овладеют землей Амареев Пророчество исполнилось в дни исхода израильтян из Египта После многолетнего скитания по пустыне еврейский народ, возглавляемый пророком Моисеем, достиг земли обетованной Но на подступах к Ханаану препятствием стали пять могущественных государств И одно из них – Амарейское царство Моисей попросил у Сигона, царя Амареев, разрешение пройти по его землям Пророк пообещал, что израильтяне не будут уклоняться от центральной дороги, не тронут полей и виноградников А если воспользуются водой из колодцев, то заплатят за нее Надменный Сигон воспрепятствовал путникам Он не видел в малочисленном еврейском народе достойного соперника И тогда иудеи по благословению Бога у стен города Яц вступили в схватку с Амареями и вышли из нее победителями Ученые долгое время относились к этому библейскому рассказу как к мифу Поскольку не располагали никакими доказательствами, что битва израильтян с Амареями произошла в действительности Более того, под сомнение ставилось само существование Амарейского племени Но только до 1934 года, когда французские археологи под руководством Андре Паро на раскопках холма Тель-Харири между Масулом и Дамаском открыли развалины города-государства Мари Первой находкой французских ученых была статуэтка бородатого мужчины с молитвенно сложенными руками Клинописная надпись у основания скульптуры гласила Я Лами Мари, царь государства Мари В ходе дальнейших поисков под холмом Тель-Харири были обнаружены жилые дома, крепостные стены, великолепный царский дворец, состоящий из 260 комнат Но самую большую ценность для ученых представлял царский архив из 33 600 табличек с клинописными текстами Из этих документов стало ясно, что население Мари составляли племена Аммареев Все артефакты Тель-Харири ученые датировали 19-м столетиям до Рождества Христова Приблизительно тем временем, когда праотец Авраам достиг земле обетованной То есть существование Аммареев вполне укладывалось в события, описанные в Библии Архив царства Мари заставил ученых предположить, что Аммареи, о которых говорится в Библии Это племя Амуру, неоднократно упоминаемое в письмах египетского фараона Эхнатона Архив Эхнатона был найден в конце 19 века в поселении Амарна, в 200 километрах от Каира И расшифрован британским египтологом Флиндерсом Петри Из переписки фараона с правителями соседних государств следовало, что племя Амуру, то есть Амарии В 14 веке до Рождества Христова распространились в Месопотамии и Ханаане Захватив земли Мавитян и Аммонитян В свете этого вполне логично выглядело библейское сообщение Что спустя 100 лет после правления Эхнатона, то есть в 13 веке до Рождества Христова Моисей и его народ встретили на подступах к земле обетованной укрепленный амарийский город Яц Цепочка совпадений заставила историков обратить внимание на еще один артефакт На первый взгляд не имеющий отношения к противостоянию израильтян и амареев А именно Моавитский камень, найденный в 19 веке на территории Иордании Стелла царя Миши, известная также как Моавитский камень, черная базальтовая плита высотой 1,24 м и шириной 71 см с закругленными верхними углами Это памятник 9 века до Рождества Христова, созданный по приказу моавитского царя Миши На лицевой стороне камня сохранились строки, повествующие о военных победах и поражениях моавитян Есть на нем и такие слова Царь Израиля отстроил город Яац и жил в нем, пока воевал со мной Также царь Миша упоминает в строках памятника воссозданный им город Араер на берегу реки Арнон Эти же топонимы употребляются и в рассказе книги Второзакония о победном шествии иудеев по земле амареев От Араера, который на берегу потока Арнона, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас Все предал Господь Бог наш в руки наши То есть события в обоих случаях разворачивались в одном и том же месте В XIII веке до Рождества Христова израильтяне по благословению Бога завладели землями амареев А спустя четыре столетия за эти же территории они сражались уже с моавитянами Амареи же после битвы с войском Моисея сошли с исторической арены, как это и было предсказано Богом Авраам Битва с амареями стала поворотной точкой не только в событиях исхода евреев из египетского плена, но и истории древнего Израиля в целом Из покорных рабов иудеи выросли до воинства, способного постоять за свою веру и обрели землю, заповеданную Богом И древние документы, обретаемые археологами в разных концах Ближнего Востока, словно телеграммы из прошлого, заверяющие о том, что рассказ священного писания правдив и достоверен Апостол Павел немало странствовал, проповедуя Евангелие язычникам Своё последнее миссионерское путешествие в Рим он совершил под конвоем По навету иудеев Павла арестовали, чтобы доставить в столицу империи на суд Кесаря Христиане Рима, узнав о приезде проповедника, вышли ему навстречу на подступы к городу И он, увидев братьев во Христе, возблагодарил Бога и ободрился Описывая эти события в книге «Деяния святых апостолов», евангелист Лука точно указывает место, где произошла первая встреча Павла с римлянами Возле пристанища для путников, которое называлось «Три гостиницы» Это место считалось самым удобным для остановки путешествующих по Апиевой дороге, одному из значимых римских трактов В трех гостиницах в 59 году до Рождества Христова несколько раз останавливался Марк Тулий Цицерон Римский философ оставил в своих записках отзывы об этом постоялом дворе и указал, что он одновременно является одной из станций государственной почтовой службы По всей вероятности, именно это обстоятельство заставило конвоиров апостола Павла остановить свой выбор на трех гостиницах Стражи были обязаны отправлять депеши с отчетами о том, как арестованный следует на суд Ученые неоднократно выдвигали гипотезы, где именно располагались три гостиницы Но ни одна из версий не находила археологических подтверждений Лишь осенью 2015 года, во время раскопок, проводимых археологическим управлением Лацо, одного из районов Рима, были обнаружены остатки древнего комплекса зданий Руководитель экспедиции профессор Николетто Гассиери сделала заявление, что это не что иное, как пристанище путников, известное под названием «Три гостиницы» Древние руины были обнаружены на 58-м километре Апиевой дороги, которая сохранилась и поныне В процессе раскопок взору археологов предстала отделанная бордюрами мощеная тропа, соединяющая основной тракт с обширной каменной площадкой, предназначенной, вероятнее всего, для маневров транспорта На площадку выходили два здания, если судить по сохранившемуся основанию, довольно большого размера Одно из них могло служить стоянкой для повозок, а другое – конюшней Здесь же ученые обнаружили руины большого дома, остатки стен которого сохранили фрагменты фресок, а пол – мозаичное покрытие Дом был соединен большим двором с банями-термами, в которых уцелели цистерны для воды Все артефакты получили датировку между первым и вторым веками христианской эры Раскопки в районе, где работала экспедиция Николеты Кассиери, проводились и ранее В 90-х годах XX века здесь нашли фрагменты каменных плит и столбов, украшенных христианскими символами, характерными для VIII века Вероятнее всего, это были развалины древней церкви Эта давняя находка приобрела особое значение в связи с последним открытием археологов Дело в том, что в церковных документах сохранились свидетельства, что три гостиницы дали имя епископской кафедре, которая здесь находилась В документах Латеранского собора, созванного римским императором Константином Великим осенью 313 года Из шести архиереев епархии Лацио один назван как епископ Феликс из трех таверн Архипастери с таким своеобразным титулом упоминаются также в документах римских церковных соборов VIII и IX веков Учреждение епископской кафедры в скромном пригороде Рима напрямую было связано с тем памятным местом, где апостол Павел встретился с христианами столицы Вполне естественно, что здесь на протяжении нескольких веков находились храм и резиденция для духовенства И тот факт, что в одной географической точке были обнаружены фрагменты церковных строений VIII века и остатки гостиничного комплекса I столетия Свидетельствует в пользу предположение, что это те самые три гостиницы, которые упомянул апостол Лука в книге Деяний Апостол Лука оставил в своих трудах множество точных указаний, которые позволяют не только читать его книги как часть священного писания, но и воспринимать их в качестве исторических источников Три гостиницы, упомянутые евангелистом в рассказе о последнем путешествии апостола Павла, стали для ученых зацепкой, вокруг которой были выстроены поиски точного маршрута великого христианского миссионера И эти исследования увенчались успехом В Новом Завете повествуется, что незадолго до крестных страданий Иисус Христос был помазан драгоценным благовонным составом – миром Описание помазания есть в рассказах всех четырех евангелистов Однако апостолы Марк и Матфей пишут, что мира было вылито некой женщиной на голову Спасителя А Лука и Иоанн говорят о умощении его ног Такое противоречие вызвало вопросы у исследователей Священного Писания Помазание головы неоднократно описано в Ветхом Завете как религиозный ритуал, совершаемый над человеком в начале его монархического служения или пророческой миссии Это действие подтверждало мессианский статус Иисуса Ведь «мессия», то есть «царь» или «спаситель» в буквальном переводе означает «тот, кто помазан» А вот описанное в Евангелии умощение ног многие считали текстологическим недоразумением Коррективы в такое восприятие священного текста внесло открытие, которое совершил в 1999 году британский археолог Саймон Гибсон Во время научных раскопок неподалеку от Иерусалима В пещере в нескольких километрах юго-западнее Иерусалима Экспедиция под руководством Саймона Гибсона обнаружила своеобразные каменные ванночки, датируемые I веком Каждая из этих древних емкостей представляет собой высеченное в поверхности камня углубление в виде правой ступни Соединенное каналом с округлой ямкой, вполне пригодной для того, чтобы ставить в нее кувшин с маслом Тот факт, что все ванночки имели углубление только в виде правой ступни, говорит о их ритуальном, а не гигиеническом предназначении Емкости для помазания ног были обнаружены рядом с небольшим бассейном Миквой Используемым иудеями для религиозного омовения Саймон Гибсон предположил, что умощение ступней было у иудеев I века очистительным обрядом наряду с погружением в Микву Но все-таки кто же из евангелистов прав в своем рассказе о помазании Христа? Было мира возлито женщиной на голову Спасителя, или она умастила драгоценным маслом его ступни? Архиепископ XII века Феофилакт Болгарский считал, что Христос был помазан трижды Первый раз некая грешница в доме Симона Фарисея омыла слезами и умастила миром ноги Иисуса Этот случай описывает апостол Лука Второй раз, согласно Евангелию от Иоанна, благовонный состав возлила на ступни Спасителя Мария, сестра воскресшего Лазаря А в третий раз состоялось помазание главы Господа Его совершила в страстную среду в доме Симона Прокаженного, некая женщина, имя которой евангелисты Матфей и Марк не называют Такое видение событий вполне подтверждается находкой Саймона Гибсона Специальные приспособления для помазания ног свидетельствуют о том, что этот очистительный обряд был традиционным среде палестинских евреев в I веке, то есть во время земной жизни Спасителя Такой ритуал мог совершаться многократно в каждом доме, где останавливался Иисус Это было естественным проявлением гостеприимства Помазание же главы Христа, идентично описанное апостолами Марком и Матфеем, свершилось однократно в доме Симона Прокаженного Следовательно, в рассказах евангелистов нет никакого противоречия Авторы Нового Завета оставили подробное и тщательное описание величайших событий, произошедших в Иерусалиме 2000 лет назад Современные археологи и поныне находят древние предметы, подтверждающие детали евангельского рассказа В числе таких артефактов каменные ванночки для помазания ног, найденные экспедицией Саймона Гибсона Тайны Библии